День народного демократа Отмечает даже одна из самых сложных фокус-групп Молодежь 18-24 лет Также ответили 71% россиян Таковы итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения Здравствуйте, это КФУ «Итоги недели» Эта неделя праздничная И вот о чем мы поговорим сегодня Я здесь познакомлюсь с друзьями, которые из других стран Познакомлюсь с разными кундура Россия – теперь их дом Как иностранные студенты осваиваются в университете и в Казани Молодежная команда студенческих предпринимателей Исследователей может претендовать на грант в миллион рублей Старт в науку и бизнес Кто поможет студентам реализовать их идеи? Молекулы воды создают каркас В этот каркас помещается молекула газа Например, метан Утилизация отменяется Какой способ использования попутного нефтяного газа нашли ученые КФУ? Россия вошла в десятку стран мира По количеству иностранных студентов За последние три года В российских вузах Количество иностранцев выросло И по итогам прошлого года Составило более 300 тысяч человек Среди них Казанский федеральный университет В этом году В Казанский университет Было подано более 25 тысяч заявлений По данным Россотрудничества КФУ занимает четвертое место В списке самых востребованных вузов У иностранных граждан По количеству зачисленных студентов Университет выходит на допандемийный уровень География поступающих в КФУ обширна В этом году это 72 страны От Юго-Восточной Азии до Латинской Америки Традиционно КФУ популярен среди абитуриентов Туркменистана, Узбекистана, Китая Рост показали Иран, Турция, Египет При этом увеличивается количество абитуриентов Поступающих по квоте правительства России Так, на разные направления подготовки По квоте Россотрудничества поступили 257 человек А на подготовительный факультет 143 студента Приемная кампания для иностранных граждан завершена И уже теперь студенты Казанского университета Осваиваются в новых реалиях Почему они выбрали КФУ И на кого чаще всего идут учиться Об этом разузнала Эльвина Минабуддинова Силван Хосейн Задех родом из Ирана В этом году он стал студентом подготовительного факультета В России он находится всего 10 дней Силван собирается стать стоматологом И поступить в Институт фундаментальной медицины и биологии Но для начала ему нужно пройти школу подготовительного факультета И подтянуть русский язык Знание языка Силван обязательно подтянет Главное, сейчас ему все нравится Я люблю все преподаватели Потому что это все супер Баубана Конда Аника В этом году тоже стала студенткой подготовительного факультета Приехала учиться в Россию из Барселоны, Испании Ее цель поступить на направление информатика Тяга к изучению новых языков Побудила ее отправиться в Россию Я живу в Казань Потому что я люблю учить новый язык Русский очень интересный язык Тунгишуай приехал из Китая В будущем он будет освещать новости В его планах поступить на журналистику Подготовительный факультет Школы иностранцев Здесь они готовятся стать студентами КФУ Изучают русский язык География поступающих обширна Это страны как ближнего, так и дальнего зарубежья Лидерами по подаче заявлений являются Туркменистан, Иран, Китай, Узбекистан и Киргизия Самые востребованные направления среди иностранцев Медицина, экономика, педагогическое образование, лингвистика и IT На каждом направлении есть представители иностранных государств Но традиционно наибольшей популярностью пользуются специальности, связанные с медициной Это лечебное дело, стематология, фармация Если говорить про социогуманитарный блок специальностей То там самым популярным является экономика, лингвистика, педобразование И технического блока это, конечно же, IT-специальности Поступление иностранных граждан отличается от граждан РФ Основная разница в процедуре Здесь есть три траектории поступления Иностранные граждане могут поступить на контрактную форму обучения в общем конкурсе Но есть и места квоты, они дают возможность обучаться бесплатно Второе направление это по результатам отбора в представительствах Россотрудничества На обучение в рамках квоты, утвержденной правительством Российской Федерации На обучение иностранных граждан То есть ежегодно утверждается квота на обучение иностранцев И представительство Россотрудничества эту квоту на местах распределяют По сути это бесплатное обучение для иностранцев В этом году количество квот составило 23 тысячи, на будущий год будет значительное увеличение, будет порядка 30 тысяч мест. Помимо этого, третья траектория, на основании которой могут поступить иностранные граждане, это по результатам Олимпиад, которые организовывают российские университеты. КФУ также является организатором Олимпиад, по результатам которой победители и призеры могут поступить на квотные бесплатные места. Это межрегиональные предметные Олимпиады КФУ и Олимпиады магистры. Сегодня приемная кампания завершена, и уже сейчас опубликованы новые правила приема на предстоящий учебный год. Но основной перечень документов остается неизменным. Касательно документов, здесь основным отличием является необходимость предоставления натурально заверенных переводов документов об образовании и, соответственно, паспорта документу удостоверяющего личность. Для отдельной категории иностранных граждан, из стран, с которыми у нас нет двухсторонних межправительственных соглашений о взаимопризнании документов, необходимо пройти процедуру признания иностранного документа об образовании на территории Российской Федерации. В этом году ряды студентов пополнили 4300 иностранных граждан. Это все программы обучения, включая подготовительные факультеты и филиалы вуза. Обучение ведется в очном формате, но есть и исключения. В целом обучение должно проходить все в очном формате, но есть, конечно, особый случай, это особый подход. В целом, какого-то такого распоряжения общего, глобального нет, поэтому везде ведется индивидуальный разбор по ситуации и возможен перевод на индивидуальный план в рамках дистанционного обучения. Вместе с поступлением в другую страну иностранным студентам предстоит заселение в общежитие. Порядок прибытия у нас такой, что сначала студент или слушатель, который поступил в университет, связывается непосредственно с институтом или с факультетом. Они ему пишут все, что необходимо. И затем он уже после получения приглашения, если это дальнее зарубежье, то он прибывает сюда, в Казань. Но сначала его заносят в систему студент и ставят галочку, что он нуждается в общежитии. После этого на него оформляется приказ о заселении в общежитие. И он прибывает сюда непосредственно к нам в университет. И либо, если он живет в студенческом городке или на квартире он оформляется на Гвардейской 9, если он заселяется в деревню Шсиады, то он прибывает к нам сюда, в дом номер 9, в деревню Шсиады, в наш отдел адаптации. Здесь прибывших из других стран граждан инструктируют. В обязательном порядке сдаются результаты ПЦР-теста. После этого иностранные граждане проходят медицинское обследование в студенческой поликлинике. Получают справку для заселения. Это анализ крови, флюорография, заключение терапевта. Там же приобретают студенты полис добровольного медицинского страхования. После всех процедур жилищно-бытовая комиссия выделяет место в общежитии. Существует также электронная система, где каждому студенту определено место. Они отправляются туда, выдаем лист оформления, где делаем отметку, что есть ПЦР-тест. Они все графы остальных, где заселение поэтапно, они отмечают. И после этого они уже идут в институт или на факультет и приступают к занятиям. То есть приступают они к занятиям только после того, как полностью заканчивают весь процесс и сдают лист оформления. Время начала заселения для всех одно – 24 августа. Но есть основное отличие. С российскими студентами проще. Они успевают заселиться до 31 августа. Заселение иностранных студентов продолжается в течение всего учебного года. В этом году основная часть студентов-иностранцев заселялась в общежитие до конца октября. Следующая волна стартует уже в феврале. Заселяться приедут студенты подготовительного факультета и стажеры. Их обучение начнется во втором семестре. Весь перечень необходимых документов студенты-иностранцы могут найти на сайте ВУЗа. При заселении каждому иностранцу выдается памятка – правила проживания и техники безопасности. Все доступно на родных языках иностранных граждан. Также всю необходимую информацию иностранцы могут получить просто, отсканировав QR-код. Студентов-иностранцев не оставляют без внимания. Подсказывают, объясняют и помогают. Да еще и на родном для них языке. Когда заселяется, им помогает непосредственно. У нас есть в институтах комитеты по работе с иностранными студентами. Они курируют у нас в наших домах. 7, 8, 9 есть специально. Мы заселяем каждый год 25 активистов, которые непосредственно ими занимаются. Они обычно по странам, по языкам стараются помогать им. Ван Сюянь – студент-магистрант направления политология. Заселяется Ван Сюянь в общежитии деревни универсиады вот уже пятый год. Он отмечает – процедура заселения несложная. Здесь иностранных граждан не оставляют в беде. Объясняют и направляют. За время пребывания в России Ван Сюянь обзавелся новыми друзьями. Познакомился с культурой страны. Успел привыкнуть и к погодным условиям. Для меня здесь хорошо, потому что я здесь познакомлюсь с друзьями, которые из другой страны. Познакомлюсь с разными культурами. И здесь все пять лет, все хорошо. И, конечно, здесь интересно. Хотя зима здесь холодно. Но это нормально. А вот Хуан Морено и Сантьяго Кастильо в этом году заселялись впервые. Они приехали в Россию из далекой Колумбии. Но познакомились колумбийцы здесь. Четыре месяца обучались на подготовительном факультете. А после вместе поступили на менеджмент. Когда мы начнем, это будет очень сложно, потому что мы ничего не понимаем. Но сейчас мы думаем, что это не так сложно. Это легко. С компанией университета это легко. Потому что всегда они спросили, как делать, что тебе нужно. Ты должен делать это. С компанией университета это легкое деление. Русские люди и иностранцы, которые тоже живут из деревни университета, они тоже помогали мне. Мысли о переезде в Россию не было. Но судьба решила иначе. Ребята узнали о возможности поступления в КФУ, собрали все необходимые документы. И вот они уже как восьмой месяц студенты Казанского университета. Я изучал раньше немецкий язык, но это было много времени для получения бизнеса. Поэтому я решил, что это будет лучше, если я изучаю здесь, в России. Когда я живу в Колумбии, я не думал, что я буду учить в другой стране. Но подруга сказала мне и тоже показала образование в России. В этом году студентами Казанского университета стали 4300 иностранных граждан. Общее число студентов в этом году составило около 15 тысяч человек. В общежитии КФУ заселилось свыше полутора тысяч студентов-иностранцев. Более 700 из них живут в деревне универсиады, а остальная часть в студенческом городке. Эльвина Минабудинова, Ленар Гизатуллин. КФУ. Итоги недели. 23 студента и аспиранта Казанского федерального университета победили во всероссийском конкурсе «Студенческий стартап». Конкурс проводится Миноборнауки России и Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Организаторы проекта уверены, что студенты из всех регионов страны должны иметь равные возможности для реализации своего предпринимательского потенциала. По количеству победителей лидируют Москва, Татарстан, Санкт-Петербург, Томская и Новосибирская области. Там, где сосредоточен научный потенциал страны. Первые 650 победителей отобраны, в их числе представители Казанского университета. Все они получат по 1 миллиону рублей на развитие своих проектов. О том, в каких направлениях подавали заявки студенты, какие еще конкурсы могут привлечь внимание молодых исследователей, мы поговорим сегодня с Булатом Запаровым, руководителем научно-образовательного центра «Методология стартапа», заместителем директора по развитию Института управления экономики и финансов КФУ. Здравствуйте, Булат Айратович. Добрый день, Салават. 18 студентов и аспирантов КФУ стали победителями проекта «Студенческий стартап». Они получат по миллиону рублей. Расскажите, что это за проект у студентов? Надо начать с того, что год 2022 насыщенный событиями, и Федеральный центр уже вторую очередь студенческого стартапа, вот этого гранта от фонда «Содействие инновациям» анонсировал, провел и, в принципе, объявил результаты. Насколько мы обладаем информацией, это не последняя очередь, то есть будут еще третьи потоки и так далее. В принципе, инструмент беспрецедентный, он очень интересный. Молодежная команда студенческих предпринимателей, исследователей может претендовать на грант в миллион рублей с достаточно простой формой заявки, которую там за полночи можно заполнить, да, некоторые студенты не дадут соврать, они в 4 утра пишут, там, Булат Айратович, там, кто-то Булат говорит. Нет, как вот это оформить, как то оформить. Ну, на самом деле, то есть, если брать серьезных исследователей, там, те, которые уже не одну грантовую заявку заполняли, они поймут, что здесь все гораздо проще, и отчетность более демократичная, более либеральная, то есть как раз вот как плавный вход в мир науки и в мир такой практикоориентированной науки, где есть элементы коммерциализации, это прекрасный инструмент. То есть мы видим, что у студентов есть неподдельный интерес, и те, кто уже получили первые транши, то есть там 300 тысяч рублей дается, ну, практически под честное слово, на проверку гипотезы, то есть если они эту гипотезу подтверждают, уже второй транш идет следом. В принципе, мы очень рады, что Москва таким образом поддерживает молодых исследователей, предпринимателей, и рады, что Татарстан и КФУ в отдельности, да, действительно проявляют очень высокую активность по этому направлению, то есть если мы раньше, когда речь заходила о проектной деятельности, о предпринимательстве, в основном в первых рядах там шли, к примеру, инноватики с физфака, там, ИТИС, ИВМИД, может быть, Мехмат немножко, да, там, как базовый у нас, ИУЭФ всегда это, да, локомотив, все, что связано с предпринимательством, то сейчас, в принципе, там все 17-18 ОСП, они вовлечены по полной программе, то есть все институты, это и медики очень серьезные проекты делают, прям международного уровня, и это здорово, что молодая Пурсель, студенты тоже вовлечены в эти процессы. Очень классно сейчас развивается институт экологии, да, то есть вот хорошие, интересные, яркие проекты. И вот многом нужно перечислять, то есть всем чисто искренне большое спасибо, это не может не радовать, что и научные руководители, и студенты в эту работу вовлечены. А вот все-таки что это за проекты? Потому что о некоторых из них мы уже рассказывали и в нашей программе, в том числе, да, вот новый пул людей, которые стали победителями, проекты в какой области? Смотрите, здесь, наверное, стоит разделить на две крупные сферы, да, то есть без разбивки там на научные направления. Есть так называемые фундаментальные исследования, которые связаны с темами ВКР, выпускных квалификационных работ. У нас вот есть, к примеру, такая программа «Стартап как диплом», там продуктовые решения, они все равно двигаются в рамках ОПОП, да, в рамках того, чем занимаются студенты вместе с научными руководителями. Вот эти темы, они тоже достаточно гармонично ложатся в студенческий стартап, в этот грант, и получают определенную поддержку, получают новое развитие, да. Все равно приятнее заниматься наукой, когда тебе немножко денежка за это капает. Второй крупный пул проектов – это так называемый regular business, да, обычная сфера услуг, то есть у студентов, что тоже, в принципе, неплохо, есть понимание того, как живет реальная экономика, да, то есть есть проекты, которые связаны там, ну, условно, с тем, чем вы занимаетесь, да, то есть с медиа, там, СММ, с телевидением, есть там, условно, какие-то проекты, связанные там с парикмахерскими, с ресторанами, кафе, с типографиями. То есть вот такие моменты тоже присутствуют, и они в любом случае полезны, то есть это опыт упаковки проекта, это опыт создания продукта, доведения его до рынка. Если люди на том конце провода готовы купить, почему бы мы не могли бы это продать, если это в рамках законодательства, для студентов это в любом случае полезно. А вот как оцениваются по итогу проекты студенческие стартапы? Потому что вот первый, да, первый поток прошел, их наверняка уже как-то оценили. Как происходит эта оценка? Там очень серьезная конкурсная комиссия, то есть есть часть этих известных персонажей знаковых, это такая московская интеллигенция, эксперты, которые непосредственно оффлайн заседают в комиссиях. Есть в том числе приглашенные эксперты, которые в онлайн формате подключаются. То есть прямо вот детально сейчас раскадровку, это займет несколько часов, наверное, да, чтобы подробно расписать, потому что у каждого проекта своя история. Это там многоступенчатая верификация, их вначале на онлайн приглашают, потом они там где-то уже коммуницируют вживую. На самом деле неплохой инструмент, то есть в этом плане можно сказать спасибо и людям, сопричастным там из Миннауки нашего федерального и из Фонда содействия инноваций. То есть такой программы до этого не было и такого многофакторного уровня оценки проектов тоже не было. Нам в этом плане, Республике в частности, есть чему поучиться. То есть мы планируем побольше раскопать этот черный ящик, да, потому что у нас на самом деле, вы, наверное, знаете, очень много программ поддержки студенческих проектов, в том числе на уровне Венчурного фонда Республики Татарстан, на уровне Академии наук. И вот если нам удастся хотя бы чуть-чуть приземлить эту федеральную логику, это будет здорово. Потому что на самом деле, вот как бы сейчас не критиковали, может быть, Россию, общаясь с международными партнерами, мы видим ценность российской науки и российского образа мышления. Вот в рамках там работы в Институте управления экономикой и финансовой мы взаимодействуем с Киргизией, с Узбекистаном, с Казахстаном. И вот когда они говорят, что независимые, суверенные страны, которые уже в принципе от России не сильно, как бы, зависимы, они говорят, мы видим ценность в вашей науке, мы видим ценность в русскоязычных авторах, мы хотим с вами работать, мы хотим коммуницировать, мы хотим обмениваться опытом. Вот в этом плане тоже, мне кажется, Татарстан с Москвой в очень хорошей коллаборации работает, и нам нужно продолжать эту федеральную логику транслировать на свой региональный уровень, мне кажется, в этом ценности. И у меня вот еще такой вопрос возник по ходу нашего разговора. Две стороны. Первый, а вот не каждый бизнес же получается, да, бывают всякие различные провалы, это в реальном бизнесе, а вот здесь если не получится, что происходит? Деньги нужно возвращать или все-таки есть возможность там попробовать? И второй вопрос, как все-таки подать заявку? Вы говорили, что еще третий поток будет, может быть, и четвертый. Есть сайт fasie.ru на латинице, это фонд содействия инноваций, там проходят анонсы, у них есть соответствующая группа ВКонтакте, они там тоже достаточно широкий спред на массовых лент выводят. Пока третья очередь не анонсирована, но она предполагается, что, возможно, даже в этом году запустится. Там несложная форма заявки, то есть у студентов, в принципе, те, кто какими-то студенческими инициативами занимаются, у них эти данные так или иначе на руках есть, да, то есть они просто это структурируют и формализуют. Касательно первого вашего вопроса, что будет, если не получится, для этого как раз и проводится вот этот первый транш, то есть 300 тысяч рублей на проверку гипотезы. Там есть небольшая форма отчетности, что есть, скажем так, отклик со стороны рынка, да, то есть если эта гипотеза подтверждена, действительно студенты показывают, что там есть, к примеру, заинтересованность от индустриального партнера, да, ну там условно какой-нибудь завод, не знаю, там малое предприятие говорит, да, нам это интересно, мы готовы это купить, пусть даже на 100 рублей. Этого достаточно для того, чтобы можно было подтвердить гипотезу. Касательно того, что там уже дальнейшее развитие проекта, мы пока полностью все транши не проели, то есть таких рисков пока не предвидится, что студентам придется возвращать. Ну и в целом в рамках платформы университетского технологического предпринимательства, под эгидой которой в том числе студенческий стартап двигается, да, логика такая, что сейчас у федерального центра есть заказ на не только образование и науку, да, а появляется заказ именно на коммерциализацию, в том числе научных разработок. То есть здесь федеральный центр готов предоставить некое такое венчурное финансирование для того, чтобы ребята, во-первых, научились, во-вторых, немножко поддержать их научные исследования и чтобы они чуть-чуть вышли в рынок. Это очень важно, потому что у многих есть барьер. Вот с некоторыми институтами взаимодействуешь, у некоторых уже как бы открытая логика того, что да, мы хотим трудоустраиваться, мы хотим идти и зарабатывать достойно. А у некоторых есть определенный блок, да, там то, что наука не должна быть продажной, там и так далее. Это же не об этом, это говорит о том, что компетенции должны быть востребованы. И вот такие грантовые программы, они как раз позволяют ребятам немножко выйти, как сказать, из своей коробочки, да, за пределы здания. Ну и в завершение, чтобы подать заявку, не обязательно быть там самозанятым или регистрировать? Не обязательно. Регистрироваться индивидуальным предпринимателем. Прекрасно. И как-то помогаете с заявками или, может быть, на консультацию можно записаться или позвонить? Да, конечно. У нас, скажем так, проектный офис располагается в Униксе, Управление инновационного развития. Я сам как бы предпринимаю активное участие, в том числе у нас профильный институт управления экономикой и финансов, который в целом отвечает за проектное обучение в университете. То есть коллеги инициативные, тут и преподаватели вовлечены, и научные сотрудники, и административный персонал. То есть единое окно, в принципе, оно есть. Вот это, можно сказать, Управление инновационного развития, которое консультирует, которое дает всевозможную обратную связь. И говорю, вот иногда студенты там сейчас пишут и ночью, там в 3-4 утра. Я, конечно, иногда улыбаюсь таким сообщением, потому что, когда вот я на физфаке учился, расстояние между преподавателем и студентом, оно было вот как бесконечности. Как с первого этажа от двойки до самого верхнего. Да, это был просто пиетет такой, там, линейная алгебра, аналитическая геометрия. Это просто невожители какие-то были. Сейчас, в принципе, это хорошо, что грани стерты, очень демократичное общение. И это, в принципе, ускоряет развитие студентов, и это создает конкурентную среду, в том числе для преподавателей, для административного персонала. То, что все понимают, что нужно двигаться в ногу со временем. Большое спасибо за интересную беседу. Спасибо вам. Как выгодно использовать ресурс, который сейчас попросту сжигается? Речь о попутном газе, который при добыче нефти утилизируется в атмосферу. Этот способ, конечно, вредит в первую очередь экологии. А для предприятия выбросы токсичных веществ – это регулярная выплата штрафов. Да и такой ценный энергоресурс испаряется в воздухе, что тоже является упущенной выгодой. За исследование взялись сотрудники научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты». Ученые Казанского университета нашли способ, как добиться максимального эффекта экологического и экономического от утилизации попутного нефтяного газа. Для этого они предлагают использовать дешевое средство – касторовое масло. Как работает новый метод, расскажем далее. Различные исследования веществ, оценивание переохлаждения и конверсии на приборах и запись полученных данных на компьютере. Так сотрудники научно-исследовательской лаборатории работают над актуальной проблемой в нефтяной промышленности – сжиганием попутного газа при добыче нефти. Этот способ утилизации вредит экологии, да и с точки зрения выгоды нерационален. Ведь попутный газ – ценный продукт. Специалисты КФУ нашли выход из этой ситуации. Они предлагают использовать касторовое масло. Вернее, готовить из него промотор. В химии – это вещество, которое применяется в небольших количествах вместе с катализатором. Это делается для увеличения активности катализатора. Создание промотора на основе касторового масла позволит переводить газ в гидратную форму. Так удобнее хранить и транспортировать газ. Разработанный реагент поможет снизить экономические затраты любого нефтяного предприятия и увеличить масштабы его производства. Мы можем очень быстро и эффективно получать газовые гидраты. Мы сравниваем наши реагенты с уже существующими коммерческими промоторами и экспериментируем, как наше вещество влияет на экологию, то есть биодеградацию, разложение. И все это смотрим, как эффективно мы можем данное вещество применять дальше в промышленности. Для этого нам надо экономически выгодно получать данный реагент. И вот следующие этапы – это уже масштабирование реагента и проверка этого вещества, как будет влиять при увеличении объемов производства. Для превращения попутного газа в твердую форму нужен простой реактор. В нем должны быть смешаны вода и метан в присутствии какого-либо вещества. Специалисты КФУ выбрали промотор на основе касторового масла. С помощью него образуется газогидрат, который похож на лед. Как раз его можно будет вырезать и уложить в контейнер. Это способствует хранению и транспортировке газа при не очень низкой температуре и невысоком давлении. То есть молекулы воды создают каркас, в этот каркас помещается молекула газа. Например, метан или углекислого газа. Как мы знаем, по путному метану в газе много метана, парапана, этана, бутана. Эти вещества мы можем в твердом виде хранить в виде гидрата. То есть в каркас гидрата. Ну, по-простому так, как будто в виде льда. Касторовое масло – распространенный и бюджетный продукт. Он практически не портит атмосферу. У касторки есть и другие преимущества. Например, синтез на основе доступного природного сырья и снижения пенообразования. Пена мешает тем, что она может попадать в различные технологические узлы и мешать полному извлечению газа из гидрата. Использование реагента на основе касторового масла перед исследователями открывает заметные перспективы. В этом уверен младший научный сотрудник Дмитрий Гнездилов. В лаборатории он отвечает за химическое составляющее реагента. В нашей лаборатории мы занимаемся как ингибиторами гидратообразования, так и промолутерами гидратообразования. Если ингибиторы гидратообразования нивелируют процесс гидратообразования и помогают при добыче газа, то промолутеры гидратообразования могут ускорить и снизить затраты на образование твердого газа. Тем самым удешевить доставку природного газа в труднодоступные уголки планеты. Именно этим мы и занимаемся. Нами синтезирован ряд веществ на основе природных соединений, в частности касторового масла, который позволяет упростить получение гидрата из газа. В доступной альтернативе переработке попутного газа нуждаются месторождения со слабой инфраструктурой. Там невозможно применить даже традиционные технологии утилизации. Из-за этого перечень исследований возможностей касторового масла для нефтегазовой отрасли будет продолжен. В ближайшем будущем ученые КФУ планируют воссоздать модель морской воды. С помощью него они будут проверять работоспособность своего нового промоутера. Салават Мухаммадуллин, Эльвира Замаледдинова, Никита Акиншин. КФУ. Итоги недели. В КФУ пройдет чемпионат-резюме. Об этом и других новостях через пару минут ко второй части программы. На базе КФУ эта программа уже идет более 10 лет. Учение. Свет. Как в КФУ повышают квалификацию глав сельских поселений Татарстана. Прежде всего его интересовала ритмик и стиха. Открыл миру детство. Почему произведения Маршака оказались вне времени. В Казанском университете пройдет чемпионат по резюме. Его участниками станут свыше 100 студентов вуза. Турнир проводит Центр по организации временной занятости обучающихся Департамента по молодежной политике. А сам проект реализуется при поддержке Росмолодежи. Участников чемпионата обучат правильно составлять резюме. Совершенствовать свой первый обзор профессиональных навыков и компетенций им помогут эксперты. Это представители ведущих организаций работодателей республики, сотрудники в области рекрутинга. Все участники получат сертификаты, а победителям вручат еще и ценные призы. О том, какие еще события из жизни университета и республики произошли на этой неделе, узнаете из нашего дайджеста. Ректор КФУ вручил Ментимиру Шаймиеву медаль христиана Френа. Награждение состоялось в рамках встречи государственного советника республики Татарстан с делегацией российского исторического общества. Она прошла в Казанском Кремле. Участники обсудили вопросы развития исторического образования в средней и высшей школе, а также в целом отечественной исторической науке. В КФУ продолжается программа повышения квалификации глав сельских поселений Татарстана. Очередной модуль на этой неделе открыли ректор КФУ Ленар Сафин и руководитель аппарата кабинета министров республики Шамиль Гафаров. Напомним, в этом году высшая школа государственного и муниципального управления обучает 10 групп глав сельских поселений в количестве 300 человек. Действительно, на базе КФУ эта программа уже идет более 10 лет. Мы периодически проводим вот такие тренинги, такие семинары. Я думаю, что они взаимно полезны. Для нашей коллеги, я хотел сказать, что мы не только для республики проводим такие мероприятия, мы и для других регионов. День президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошел в КФУ. Студенты вузов республики смогли посетить лекции и мастер-классы, стать участниками интерактивных образовательных площадок. После общей презентации проектов платформы «Россия – страна возможностей» они приняли участие в профильном квесте «Резюме». Эффект от этой программы мы с вами уже ощущаем, потому что более 400 тысяч татарстанцев приняли участие в 26 проектах, предлагаемых платформой. Мы с вами очень четко понимаем, что работа и участие в мероприятиях платформы позволяют действительно формировать пул людей, которые нацелены на развитие страны, на развитие экономики, на развитие людей. С лекции перед студентами КФУ выступил председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский. В рамках встречи в вузе открылись две лаборатории технологии развития духовно-нравственного воспитания исторической памяти, образования и просвещения КЛИО+, и цифровая ориенталистика «Восточный разряд». 15-я серия научно-популярного проекта «Про наука» в КФУ прошла в Казанском университете. На этот раз она была посвящена конвергенции наук. Ее посетили более 2,5 тысяч гостей. Для них прошли интерактивы и лекции. Специальными гостями проекта стали Юрий Синодов и Денис Прудник. Космический туризм – это достаточно перспективное направление космонавтики, и про него сложилось очень много мифов, поскольку все думают, что туризм – он один, особенно смотрят на Запад, на наших западных партнеров из Америки. Но я сделал акцент на том, что туризм бывает нескольких типов, и в одном из типов – это орбитальный космический туризм – мы являемся пионерами, поскольку мы отправили первого туриста в космос. Адреса электронной почты государственных ведомств перенесут в российскую доменную зону. Национальный домен учреждения должны перейти уже с 1 декабря. Соответствующее постановление 2 ноября подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В эту зону входят группы имен с доменом верхнего уровня – РУ, РФ, ИСУ. Туда же входят иные домены верхнего уровня, управление которыми осуществляется зарегистрированными на территории России юридическими лицами. Об этом можно уточнить в Роскомнадзоре. Но не только эти новости стали главными на неделе. В сфере медиатехнологий их немало. Какие из них стали наиболее интересными, на взгляд моего соведущего Леонида Толчинского, мы узнаем из его авторской рубрики. И снова с вами «Смотрите сами». Честно говоря, решение о переносе в обязательном порядке до 1 декабря всех электронных адресов российских государственных ведомств в родную гавань отечественных доменных зон одновременно и радует, ибо правильно, и огорчает. Почему огорчает? Мне вот лично казалось, что все это давно уже было сделано. Даже специальная военная операция у нас идет уже десятый месяц, а так-то об этом говорят и строго предупреждают как минимум с 2014 года. И вот оказывается, что еще до 1 декабря есть время, наконец-то, в форме обязаловки обезопасить наши госорганы в части их электронной переписки. Мы не просто затянули с этим, преступно затянули. Так будет точнее сформулировать. Ну а что у нас с иными ресурсами, подконтрольными государству? Например, с медиа. Да такая же вахханалия. Можно сказать, что у нас масса критической инфраструктуры находится вне зон прямого влияния страны. На серверах не пойми кого и чего. Уверен, что основная веб-прослойка по-прежнему лежит на амазоновских серверах. Львиная доля средств массовой информации, в том числе государевых СМИ, сидит на зарубежных серверах. А архивы бравурно хранит до сих пор в полном объеме на том же Ютьюбе. И это после массы скандальных историй с уничтожением Ютьюбом всего накопленного российскими органами власти и иными отечественными медиа-игроками. Скажите мне, кто из наших медиа сформулировал экосистемы, которые могут работать в условиях, когда полностью в России вдруг отключат все и оставят, как это любят шутку называть айтишники, только наш отечественный чебурнет. Но ведь этот условный чебурнет работал бы. А сейчас попробуй выключить западные сервисы или они сами решат отключиться. У нас половина медиа-среды развалится мгновенно. Вместо серьезной работы в этом направлении мы видим странные шарахания. Вспомните, как на неделе вдруг якобы генпрокуратура предписала схлопнуть короткие ссылки Телеграм, и в ночь Роскомнадзор разбирался с этими странностями на самом высоком уровне. В результате все разбанили в течение двух часов. Но как, зачем, из чего вообще такое возникло? Какой-то полный раздрай в IT-политике, в том числе в политике безопасности, именно на уровне критических медийных систем. В стране уже, к счастью, очень много говорят про безопасность военных киберсистем. Вот с трудом вспомнили про систему госорганов. Но про медийку вообще не задумываются, что ли? Или в итоге, вместо того, чтобы пушить медиа на сервера, например, Яндекса, пушим на сервера недружественных стран? Что говорить, если даже российская гордость Russia Today работает на американском IT? Я понимаю, что у нас плохо, например, с монтажным софтом. Но хотя бы какие-то альтернативы надо разрабатывать и поднимать с колен. Был такой игрок на рынке ТВ-технологий, например, Окно ТВ, Центр Разработки. Но он, простите за сленг, загнулся. В этом плане много вопросов. Какие эти решения используют наши медиа? Где хранятся данные? Как они распределяются? Почему все сидит больше на Амазоне том же? Конечно, это и финансовый вопрос. Но победа в информационной кибервойне, наверное, стоит того, чтобы серьезно пересмотреть соответствующие бюджеты. Да что далеко ходить? Ведь у нас вся система образования страны сидит преимущественно на продуктах Microsoft и Zoom. Разговор об информационной безопасности, следовательно, решением правительства по электронным почтам госорганов еще только начинается и не может быть закончен 1 декабря. Такие дела. Всем доброго. Стоп! Третьего ноября в России отметили 135-летие со дня рождения Самуила Маршака, автора множества произведений, ставших детской классикой. Но не все родители, которые читают своим детям стихотворения Маршака, знают, что он был также драматургом, великолепным переводчиком и литературным критиком. Так русскоязычные читатели ознакомились с интерпретациями творений Шекспира, Киплинга, Шелли, Байрона, Радаря. А юные читатели узнали о Винни-Пухе, Алана Милна. Маршак для нас открыл Роберта Бернса. В результате за талантливые переводы Маршаку присвоили звание почетного гражданина Шотландии. Открыл он много и отечественных дарований. Он помогал издаваться Николаю Заболоцкому, Даниилу Хармсу. Именно Маршак потратил немало времени, чтобы привести в порядок записи воспитанников школы для беспризорников Алексея Пантелеева и Григория Белых. И публика узнала о республике Шкит. Этот бестеллер прогремел на весь Советский Союз. А вчерашние школьники превратились в известных детских писателей. Почему же творения Маршака оказались вне времени? И какое раритетное произведение автора находится в научной библиотеке Казанского университета? Узнаем у автора рубрики Амира Ахтямова. 3 ноября 135 лет со дня рождения великого русского поэта, драматурга и переводчика Самуила Яковлевича Маршака. Произведение поэта требует отдельного внимания и анализа. И сегодня мы рассмотрим его стихотворение под названием «Багаж». Родился 3 ноября 1887 года в Воронеже в еврейской семье. Его отец Яков Миронович Маршак работал мастером на мыловаренном заводе братьев Михайловых. Мать Евгения Борисовна Гительсон, уроженка Витебска, была домохозяйкой. Раннее детство и школьный год Самуил провел под Воронежем, где жил его дядя, зубной врач в мужской гимназии Михаил Гительсон. Учился в 3-й Петербургской и Ялтинской гимназиях. В гимназии учитель словесности привил любовь к классической поэзии, поощрял первые литературные опыты будущего поэта и считал его одаренным ребенком. В отделе рукописи и редких книг научной библиотеки Николая Лобачевского хранится стихотворение Самуила Маршака «Багаж». Оно было написано в 1926 году. Произведение рассказывает о честности и о выполнении своей работы добросовестно, а также об умении оставаться учтивым даже в самой неприятной для вас ситуации. «Багаж» — это стихотворение Самуила Маршака, знакомое многим с детства. В основе сюжета история про даму, которая, сдав багажное отделение большое количество вещей и маленькую собачку, по прибытии в Житомир получила огромного взъерошенного пса. Произведение было впервые опубликовано в сборнике «Советские ребята» и одновременно в книге «Багаж». Вспоминая об истории написания этого стихотворения, Маршак рассказывал, что приступил к нему без заранее подготовленного сюжета. На начальном этапе прежде всего его интересовала ритмика стиха. «В багаже была важна игра со словом». Поэт говорил, что такой вид творчества помогает детям быстрее усвоить музыку языка. Двигателем сюжета в стихотворении является многократное перечисление тех предметов, которые вместе с дамой отправились в путь. Это диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка. Само же произведение, напоминающее считалку, ориентированное на чтение вслух. Амир Ахтямов, Никита Акиншин, КФУ, итоги недели. «Мир, счастье, братство людей. Вот что нужно нам на этом свете», утверждал американский писатель и журналист Сэмэль Клеменс, более известный под псевдонимом Марк Твен. Желаем силы духа, единства нации, свободы и уверенности в том, что делаете. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин